МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале Прайм. В студии Светлана Станкевича сейчас коротко о самых заметных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подальше от торжественных церемоний. В день национального праздника, посвященному румынскому языку, ажиотажа среди чиновников не наблюдалось. По-братски. В одномандатном округе, в котором в феврале победил Андрей Нестасий, теперь будет баллотироваться его брат Василий. Житейская драма одной семьи, где из-за нужды у детей накануне 1 сентября нет даже тетрадей. Подальше от торжественных церемоний. В день национального праздника, посвященному румынскому языку, самым высокопоставленным чиновникам, возложившим цветы к памятнику Штефану Челмаре, оказался министр внутренних дел Андрей Нестасий, для которого подведомственное ему госучреждение обеспечило повышенные меры безопасности. Между тем, рядовые граждане таким отношением властей к одному красному дню календаря явно недовольны. Первыми возложили цветы к памятнику Штефану Челмаре, члену либеральной партии. Дарин Киртуако говорит, что пришел раньше, лишь бы не встретиться с официальными лицами. Они недостойны того, чтобы возлагать цветы в день румынского языка, который они топчут, к которому относятся с лицемерием. Даже на стене написано «Наш румынский язык», а в объявлениях мэрии написано «Наш язык» и все. С тех пор, как у нас появилось правительство Шойгу, в последние две недели ситуация только ухудшается, даже без козака. В 10.00 перед памятником Штефану Челмаре уже можно было наблюдать небольшое столпотворение политиков и сотрудников столичной мэрии. Это важный праздник для нашего народа, праздник, который идентифицирует нас. Самый эмоциональный, самый дорогой праздник. В последнее время все чаще чувствуются реваншистские действия некоторых наших граждан и политиков. Отмечаются попытки вернуть нас в то время, когда нам не было хорошо. Около 11.00 возле памятника появились еще две полицейские машины, а спустя несколько минут появился и министр внутренних дел с букетом белых роз. Он согласился поговорить с прессой лишь после того, как журналисты преградили ему путь. Румынский язык – моя родина, и я был бы рад, если бы в этой отчизне поместилось как можно больше людей. Мужчину, который пытался задать ему вопрос, Настаси оставил без внимания. Люди недовольны тем, что в национальный праздник руководство страны самоустранилось. Вижу наплевательское отношение к нашим праздникам, истории и народу. Да, они не считают это событием, потому что с козаком говорили тоже не на нашем языке. Празднование продолжалось в городском парке Штефана Чалмари. Язык – апогей культуры, и мы отдаем ему должное. Посетив все бюсты вместе с внучкой, прочтем стихотворение «Птицы сонные» у бюста и менеску. Посетим Иона Крианга и расскажем сказку про козу с тремя козлятами. К сожалению, большая часть населения не говорит на румынском. Около 20 лет назад все хотели говорить на нем. Сейчас начинают говорить на русском, даже те, кто боролся за румынский. В знак уважения к любимым поэтам некоторые дети читали стихи. Вечер продолжится грандиозным концертом, который продлится почти до полуночи. Отмененный визит. Буквально в день отправления официальной делегации во главе с Майей Санду в США поездку в Вашингтон отложили на неопределенный срок. Объявленная правительством причина, напряженной график госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. В сообщении для прессы молдавского Кабмина говорится также о том, что теперь стороны пытаются определить иную дату визита. Напомним, что поездка в США должна была состояться в период с 31 августа по 4 сентября. Планировалось обсудить углубление стратегического диалога между двумя странами, сотрудничество в различных сферах и привлечение американских инвестиций в Молдову. По-братски. В одномандатном округе, в котором в феврале победил Андрей Анастасий, теперь будет баллотироваться его брат Василий. Об этом решении объявили представители блока АКОМ. Василий Анастасий известен тем, что ведет передачу на телеканале Журнал ТВ, связанном с платформой Да. Кандидат блока АКОМ в 33 округе известен публике также своими далеко не парламентскими выражениями. Так еще в 2006 году, когда коммунистическая власть взяла под контроль Евро-ТВ, Василий Анастасий обругал бывшего депутата Валентину Кушнир. В полудискуссии он не чурается использовать далеко не вербальные аргументы. Во время последней избирательной кампании мужчина познакомил с ними и журналистов. Блока АКОМ представил кандидатов и в остальных трех одномандатных округах. В 17-м Неспаренском округе повторно выдвинут Ион Тыргуце. В 48-м на левом берегу Днестра попытает счастье Ион Йовчев. А в 50-м западноевропейском, где победу одержала Майя Санду, кандидатом будет Галина Сажина. Всего, по данным ЦИКа, за депутатские мандаты будут бороться от 4 десятка претендентов. С двухмесячным опозданием власти признали, что в Неме над Молдовой едва не столкнулись два самолета. Сообщение Министерства экономики для прессы уточняется, что 23 июня в районе Вадулы-Воды во время полета опасно сблизились Аэробус и Ан-2. Хотя инцидент произошел в конце июня, власти решились на более строгие меры безопасности лишь к концу лета. Так, после инцидента некоторые воздушные маршруты изменили таким образом, чтобы они обходили воздушное пространство, разделенное или неконтролируемое диспетчерской вышкой. Кроме того, Управление гражданской авиации заставит владельцев небольших самолетов оборудовать их радиоприемниками, которые будут реагировать на радиолокационные импульсы. Напомним, об опасности столкновения общественность узнала неделю назад в Фейсбуке от сотрудника Молдатца. Ожиданию пришел конец. Когда состоится большая премьера на телеканале Прайм ТВ? Смотрите через несколько минут. Настоящую драму переживает семья с четырьмя детьми из Флорешт. У матери малышей диагностировали опухоль головного мозга, которая приковала ее к постели. Отец семейства вынужден был оставить работу, чтобы заботиться о супруге. Теперь все шесть человек пребывают в крайней нужде. Ее степень такова, что у детей накануне 1 сентября нет даже тетрадей. Однако местные власти, чтобы поддержать переживающую тяжелые времена семью, советуют мужчине отправить детей в центр размещения. Репортер Прайм ТВ Сабина Хирьянова навестила семью и узнала, как они справляются, несмотря на проблемы. Шесть грустных и голодных душ, которые живут одной надеждой в арендованной комнате площадью менее восьми квадратных метров. Такова судьба семьи Стах из Флорешт, для которой каждый день испытания на выживание. Глава семьи Лилиан рассказывает, что они всегда жили очень бедно, но ситуация усугубилась два месяца назад, когда супруга перенесла сложную операцию. Я пытался вновь устроиться трактористом, но не могу. Там нужно работать 24 часа. Днем дочка заботится о маме, но ночью Дан засыпает. Она ребенок, а жена хочет воды. Мне пришлось уйти с работы. Да. Чего с ней выйти слепа до ногой? Когда отец находит паденную работу в селе, чтобы оплачивать аренду и счета, все обязанности ложатся на 11-летнюю Дану, старшего ребенка семьи. Она заботится о маме, которая почти не двигается, и о трех младших братьях. Она же готовит для всей семьи из продуктов, пожертвованных соседями. Дана делит одноместную кровать с семилетним братом Сарином. А пятилетние близнецы Юлиан и Михаил ютятся на соседней кровати с родителями. Он немного передвигает ноги, и я могу растянуться. Где спят мама с папой? Мама здесь, папа здесь, а я здесь. В преддверии нового учебного года Данна и Сарин получили одежду от соседей. О школьных принадлежностях здесь даже не мечтают. На стене несколько листов с таблицей умножения, написанной матерью детей, когда у нее еще хватало на это сил. Мама перед операцией положила нам таблицу умножения. По словам мэра Флорешт, единственное возможное решение в этой ситуации – временно забрать детей из семьи и поместить их в другую. Он говорит, что не может оказать им финансовую поддержку из-за отсутствия денег, а также потому, что семья прописана в селе Фрумушике. Ну да, но они не живут в селе. Помощь выделяется по месту жительства, а не прописки. Если они живут во Флорештах, значит, там им должны помочь. Я даже их не знаю, не помню даже, когда видел их в последний раз. Поэтому мы вернулись к мэру Флорешт, Валерию Чапе, которого возмутил такой интерес к проблемам семьи. И что, я должен пойти и помочь им рубить дрова, мыть их детей, одевать их, подстригать их ногти? Что я должен делать? Знаете что, я в одиночку воспитал трехлетнего ребенка, у него уже своя семья, но я никогда не просил денег у матери и социальной помощи. Пока власти возлагают ответственность друг на друга, детям нужна поддержка. Желающие помочь могут сделать это по номеру на экране. Случается, что идете спать голодными? Иногда да. Зажигательное шоу устроила в столице легендарная российская группировка «Ленинград». В течение трех часов тысячи поклонников дали волю чувствам, зараженные нон-конформизмом Сергея Шнурова. Большой концерт прошел вчера вечером в Дендрариуме в рамках мирового турне артистов. На мероприятие присутствовало более семи тысяч зрителей, в том числе фанаты коллектива из Украины и России. Концерт под открытым небом начался в 20.00. В течение трех часов зрители неустанно подпевали любимым артистам. Украинские поклонники, приехавшие на концерт, на автобусах и личных автомобилях, говорят, что не могли пропустить это зажигательное шоу. Концерт вообще просто супер, обалденный шнур, дает полностью вообще супер концерт. Мы там доехали, ну доехали, мы с Одессой, очень рады, рады его видеть, отлично. Концерт от личных шнуров, детская группировка супер. Выступление группы «Ленинград» привело в восторге молдавских поклонников. Замечательно, замечательно, ребята, вот так, вот. Самое лучшее, что есть в жизни, прекрасно. Очень нравится, очень красивый концерт, очень много людей, всем нравится, все супер. Восхитительно, такого вот не было, даже в Одессе такого, по-моему, не было. Пришедшие на концерт самой скандальной российской группы говорят, что купили билеты заранее. Билеты брали за три месяца, мы этого очень долго ждали, это просто, просто кайф. Мне позвонили друзья и сказали, что у кого-то не получается поехать, и я сразу согласилась, потому что билетов было в последнее время вообще не достать. Группа «Ленинград» образовалась в 1997 году. После двухлетнего перерыва с 2010-го и до сих пор группа обрела настоящую славу, будучи одной из самых востребованных на российском рынке и за его пределами. Ранее «Ленинград» из Санкт-Петербурга выступал в Кишиневе в 2013 и 2017 годах. Ожиданию пришел конец. Большая премьера «Прайм ТВ» передачи «Врачи» состоится в эти выходные. Лучшее медицинское шоу в истории молдавского телевидения официально стартует в это воскресенье в 10 утра на телеканале номер один в стране «Прайм». Передача «Врачи» реализуется в формате знаменитого американского ток-шоу «The Doctors», распространяемого по всему миру CBS, самым популярным телеканалом в США. Группа «Прайм ТВ» побывала на съемочной площадке и узнала закулисные секреты всего процесса. Первыми на площадку передачи «Врачи» пришли пластический хирург, психолог, гинеколог и лор. Все они будут давать совет и затронуть самые распространенные проблемы со здоровьем. Кроме того, зрители смогут увидеть, как специалисты проводят операцию. Есть пациенты, которых нужно вылечить, прооперировать. После они расскажут, как чувствуют себя, каковы результаты. Тему первой передачи выбрали не случайно, учитывая, что новый учебный год уже начался. В первой передаче затронем проблему сколиоза, способа предотвращения неправильной осанки у детей из-за рюкзаков. Гости передачи утверждают, что в Молдове зачастую слишком поздно обращаются к врачу, а потом цель создателей программы – помочь людям вовремя обратить внимание на появляющиеся проблемы. Если бы пациенты обращались раньше и знали бы, что нужно обращаться вовремя, а также на какие симптомы обращать внимание, я думаю, что иногда можно было бы избегать многих патологий, даже неизлечимых. Здоровье – самый дорогой подарок, но наименее оценимый. Соответственно, цель врачей в какой-то мере – поставить здоровье на почетное место и привнести его в дома. Пользователи интернета с проблемами со здоровьем могут задать специалистам вопросы на странице передачи в Фейсбуке, а врачи ответят прямо в студии. Будут врачи из разных областей, которые ответят на самые смелые, интересные и странные вопросы людей. В ходе передачи также представят истории пациентов, которым удалось преодолеть определенные проблемы со здоровьем. Программу снимают в Молдове, но на основе формата известного американского ток-шоу «The Doctors», которое распространяется по всему миру CBS – самый популярный телеканал в США. Впервые в Молдове у ток-шоу будут и особенные декорации, которые позволят воссоздать медицинский кабинет прямо на съемочной площадке. Таким образом, гости в студии, а также у телезрителей Prime TV станут очевидцами революционных операций. Полюбившаяся американская публика шоу покорила все континенты, завоевав по очереди сердца телезрителей Канады, Мексики, Австралии, Ирландии, Швеции, Финляндии, Малайзии, Египта, Португалии, а теперь добралось и до Молдовы. Еще одна премьера для Молдовы – интерактивная рубрика «Телеконсультация», в ходе которой телезрители смогут задать вопросы о здоровье, а врачи предоставят объяснения и решения для устранения медицинских проблем. Первая передача врачей на Prime TV пройдет в воскресенье в 10.00 и в повторе в 18.20. Симптомы, вопросы, consultации, сфатуры, в томнере, и все будут рассказывать и все будут рассказывать о здоровье. Доктори, в септембре, на Prime. Таковы новости дня. Всего самого доброго и до встречи на канале Prime. Редактор субтитров А.Семкин